Субтитры делал DimaTorzok 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 Деверия Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, конечно. И в Mail.ru найдете. Там у меня 12 тысяч фотографий на Mail.ru. Игнатий Лапкин. Там у меня две страницы. Одна просто я в шапке стою, а другая с голубем. Так вот я просто в шапке. И там вы все это увидите. Как идет служба. А на канале YouTube вы найдете там все. Зарядите там причастие или литургия. И вы все увидите. Там поисковик есть. Понятно. А вот скажите, а получается тогда и литургия бывает истинная, неистинная, да? Конечно. Понятно. А почему она неистинная? В первую очередь, может быть, не рукоположенный. Мошенник просто такой есть. Подделался. Вот здесь недавно одного рукоположили, но не у нас. Нет, я говорю про нормальные храмы наши. Нормально. Нормально, значит, нужно так, чтобы было вино. А если он недостойный, недостойный, значит, надо знать, что недостойный. Не просто по слуху могут оклеветать священника. И надо законным путем обратиться к архиерею, к епископу. Ну, если правда, правда, вот как Андрей Кураев-то пишет, каких больших безобразиях-то, что творится-то. Там голубые да разные. Он должен быть извергнутый. Он давно уже никто. И поэтому от нас тоже многое зависит. Что ты мне сделал? Ничего не слышишь. Написано, оглашено, изведите. Надо выходить. Алло. А как вы ко мне зашли? У вас пароль был или как вы зашли сразу? Или где-то просчитали, какой логин у меня? Ну, вот я просто, как написано было на сайте, что, ну, жмите здесь, жмите сюда, жмите сюда. Вот я просто зашла и нажала, да. Там написано что? Должно быть написано с 3 до 17 по Москве. Да, да, все, то есть все как бы понятно. Значит, вы на нашем видеоканале бываете? Нет, я первый раз. Первый раз, а вы зайдите. Наших роликов там 2810. Вы найдете все абсолютно. А наши поездки по миру с благовестием, как мы проехали от Владивостока до Португалии. Скандинавию и Прибалтику захватили. У меня 38 книг вышло из печати. И как я в каждой библиотеке дарю эти книги. Понятно. Ладно, хорошо. Все, у вас больше ничего нету? Нет, мне просто по причастию хотелось сказать, что... Но к причастию надо готовиться. Жить достойно. Иначе будете болеть и умрете. Это апостол Павел сказал. Поэтому причастие это не просто так. Вы имеете в виду готовиться? Это как по церковному уставу, да? Правило считать. Высчитывать молитвы и все. И потом на исповедь. Вот у нас исповедь, она в отдельной комнате уже. Никто не нависает. А когда исповедуется, а тут 20 человек рядом, человек стесняется, там не может. Надо сделать все достойно, искренне, горячо, любя Бога. Ой, ну не знаю, это надо где-то такой храм специальный, чтобы там все это было соблюдалось. Ну надо просто желать этого, и Бог дает. Вот даже вот другой, нету ничего. Начинаешь молиться, и вдруг все уже к обеду есть. А откуда что берется? Наверное, да. Найдутся люди, которые будут говорить, плакать перед Богом. И священник начнет все делать правильно. Или другого пришлют. Мы вот этого хотели, много лет желали. И наконец Бог все дал. У нас нет нарушения ни одного правила. А в этих храмах, в каждом, 413 правил каждый день нарушаются. 413, вдумайтесь в это. Ну у меня даже да, в голове не может положиться. Выйдите на дорогу, на машине, поехайте, нарушайте 4 правила, и вы уже никуда не доедете. А это 410, 13 правил. Так что мы об этом говорим, мы стараемся, помогаем. Ну и надо людям благовествовать. Мы каждое воскресенье на благовестие выходим, раздаем Евангелие. Патриархия наконец-то начала издавать Евангелие для раздачи. Это первый раз. Да, я сегодня посмотрела, где вы это говорите. А вот скажите, а где тогда можно покреститься, чтобы быть уверенным в том, что это истинное будет крещение? Ну я вам скажу где. Вы в самой Москве живете? В самой Москве, да. Вы храм Христа Спасителя знаете где? Да, конечно. А его через мост на эту сторону переходить, и увидите купола, прям рядом, вплотную к набережной. Ну, от храма Христа Спасителя метров 300, не больше. И там игумен, отец Кирилл Сахаров, московская патриархия. Вот к нему обратитесь. Это очень хороший пастырь. Очень хороший. Я у него нынче был в храме, четыре раза проповедовал за неделю только. Понятно. Все понятно. Это игумен. Игумен. У него патриарх Кирилл там служит. И до этого был Алексей. Он член Союза писателей Российской Федерации. Он очень талантливый такой. И у него там порядок общий. Не просто пришел-ушел. А люди по форме одеты. Он очень серьезно относится. Мы давно знаем, он к нам приезжал сюда. Мы к нему заезжаем все время. Вот там наша дорожка, да? Да, к нему. И сразу от меня поклон передайте. Скажите, мы с Игнатием разговаривали, Лапкиным. Хорошо. Отец Кирилл Сахаров, игумен. А храм называется Никола на Берсеневке. Хорошо. Прямо рядом, прям вплотную он стоит к набережной. Хорошо, запомнил. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Так что, и ангела вам, хранителя. До свидания. Хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok